Девушки отдыхают Сборы – это такое мероприятие, где собираются единомышленники, люди достаточно упертые в собственном стремлении достичь каких-то высот, первых мест, чемпионства. Люди, которые действительно болеют за свое дело, за свой танец, все прекрасно понимают нужность этого мероприятия, потому что в режиме сезона, в режиме собственной практики очень сложно достичь какого-то результата в кратчайшие сроки. Это своеобразный такой заряд эмоций, заряд физических сил, какой-то определенный пинок. Нас поддержало очень много педагогов. Мы сделали это практически все вместе. Здесь очень много ребят со всех окраин нашей необъятной родины. География обширная. Я надеюсь, что с развитием наших сборов география будет расти. У нас 10 педагогов работает. В общей сложности через наши сборы прошло порядка 180 человек. Мы проводим в этом месте сборы впервые. И, в общем-то, в этом составе впервые. Поэтому, естественно, хотелось бы сделать наиболее эффективными сборы в плане подготовки детей к началу сезона, то есть к сентябрю. Потому что уже в начале сентября у них, получается, в первые выходные уже одни турниры, во вторые другие турниры. Поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы дети были готовы выходить уже с самого начала, были в очень хорошей форме и представляли свои клубы или свои города уже на очень высоком уровне. Это очень компактно. Залы, все рядышком. Мы живем в этом корпусе, где зал. Не нужно далеко идти. Кушаем, питаемся. Все очень рядом, очень удобно. Прекрасное место, в котором мы находимся. Программа сборов входит обязательно в физическая часть. Далее это занятия индивидуальные обязательно, когда педагог имеет возможность направить каждую пару по собственному пути развития. Потому что все люди разные, естественно. Все пары разные. Все кому-то нужно больше одной информации, кому-то нужно больше другой информации. И, естественно, мы учли этот момент и мы поставили так, чтобы ребята могли ежедневно пользоваться информацией каждого педагога в отдельности. Индивидуальные практики мы организовали для того, чтобы, услышав какую-то информацию, получив какую-то информацию на индивидуальных уроках, ребята могли тут же ее отработать, тут же как-то попробовать. Самое сложное в сборах это что? Я думаю, что организация этих сборов, чтобы не было никаких сбоев, хотя они всегда бывают. Потому что все мы люди, кто-то задерживается, кто-то опаздывает, приезжают разные педагоги и хочется сделать все как можно точнее. Но всегда есть какие-то минусы, которые мы постараемся учесть и избежать их в следующем году. У нас клубы объединяют педагоги, потому что получается так, что клубы разных регионов сотрудничают с одними и теми же тренерами, которые проводят сборы. И, соответственно, эти клубы собирают в одном месте для того, чтобы подготовить их к началу сезона. Я всегда приезжаю, когда есть сборы, потому что они приносят пользу физическую, улучшение физически и вот именно в танцевальном деле. Мне здесь очень нравится. Мне нравится также то, что здесь есть возможность позаниматься с очень хорошими преподавателями. Здесь очень разнообразный спектр занятий. Мы тренируемся, чтобы подготовить из себя форму, потому что было лето. И сборы — это когда собираются много педагогов, которые ты не можешь, в принципе, в обычный сезон с ними потренироваться, как сейчас мы занимаемся. И это очень классно, потому что ты получаешь новый какой-то опыт от других тренеров, от других педагогов. И это замечательно. Коллектив мне очень нравится. Все доброжелательные, улыбчивые. Со всеми очень приятно общаться. Мне очень нравится, как сейчас ребята танцуют. Они потихонечку входят в форму. Я думаю, что к последнему дню все должно быть совсем замечательно. Нам очень приятно, что наши сборы поддержали трехкратные чемпионы мира Бенделета Ферруджи и Клауди Келлер. Для ребят, я думаю, что это прекрасная возможность. Мало того, чтобы прикоснуться, пообщаться на уроках, вообще пообщаться. Как они добили своего успеха, как они дошли до этого чемпионства, где они этим занимаются, какие занятия у них присутствуют в их личном тренировочном плане. Сам семинар попросили Бенделета с Клауди построить таким образом, что им бы хотелось привнести для ребят общего, чего не хватает ребятам, основных каких-то вещей, которые им помогут стать лучше. У меня самые лучшие впечатления об этой паре, потому что они являются одними из моих педагогов. Я уже достаточно давно их знаю, мы с ними работаем, друг друга понимаем. Они нам очень сильно помогают в нашей карьере и помогают для развития наших детей. На соревнованиях нужно в первую очередь как-то внимание себе оттянуть. И вот это внимание как раз притягивает ровные линии, о чем говорил Бенедетта. Осанка определенная, правильная постановка центра, партнера-партнерши. Да, сложно, потому что есть какие-то привычки, которые мы уже привыкли много раз делать. И тяжело перестраиваться. Надо заставлять себя и очень думать над этим. Они как боги для меня на самом деле, потому что они танцуют так. Чтобы танцевать так, нужно вообще очень много тренироваться. Я просто поклоняюсь этим людям, они замечательно танцуют. И, конечно, я буду стараться сделать все, чтобы танцевать как они. Тоже не первый раз присутствую, но по-прежнему не перестаю удивляться мастерству. Объясняют немного по-другому одни и те же вещи. То есть российские преподаватели объясняют как бы по-иному. То есть подход немного отличается. Если я вижу этот партнер, то есть лучшая позиция, потому что это корректно, это ошибка, это ошибка и это ошибка. Потому что когда мы танцуем, мы должны посмотреть на 11 часов. Но если я вижу этот партнер, то есть хорошая позиция, и хорошая позиция, и хорошая позиция. Таким образом, он должен показать, что он должен оставаться так, потому что в балле мы не ответим на это. В балле мы ответим на это, поэтому мы должны знать, что мы не можем ответить так, или так. Таким образом. Таким образом. Теперь мы можем, если вы поверите, и также вы. Теперь вы видите, что эта партнерка очень хорошая, потому что я срегу. Но сейчас это ошибка, потому что она не такая-то. Она такая-то. Она такая. Эта партнерка такая-то, как пухаю антизянка. Смотри на него. Вот здесь-то. Понимаете? Не такая-то! Посмотрите на поверительство. И посмотрите на нее! Она не может оставаться здесь. Они показали прекрасное владение техникой, прекрасное владение музыкой, прекрасное владение публикой. Играет музыка. Мы видели, что публика, не отрывая глаз, смотрела за каждой секунды их танца, за каждой фигурой, позой, линией. Все, естественно, хотят походить на чемпионов. Что вы можете сказать об учениках? Вчера мы смотрели практику европейской и латиноамериканской программы, и я должен сказать, что пары очень сильно улучшили в своем мастерстве, особенно в европейской программе. И мы были очень приятно удивлены. Потому что как педагоги, как чемпионы и в прошлом начинающие танцоры, мы должны сказать, что пары, так быстро повышающие свое мастерство, должны быть сильно увлечены своим делом, а также иметь правильно выстроенную систему обучения и хороших тренеров. Есть еще много аспектов, которые хотелось бы улучшить. Некоторые из пар уже чемпионы в своих странах, но мы с организаторами хотели бы, чтобы у них был также успех и на международных соревнованиях, и чемпионатах мира. Пока они молоды, у них есть возможность выполнить большой объем работы, чтобы в будущем им было бы проще в построении международной карьеры. Танцоры в России очень преданные своему делу и трудолюбивые, и мы уверены, что многие из них могут стать в будущем не только чемпионами своей страны, но и чемпионами мира. Не боитесь ли вы, что вырастите себе конкурентов? Нет, мы работаем со многими парами из разных стран. Уже некоторое время с Алексеем Середяным, который является одним из организаторов сборов, Николаем Дариным и Натальей Середяной, которые являются третьей парой во всемирном рейтинге ВДСФ. И эти пары не представляют нашу страну, но мы их тренируем. Поэтому почему бы не вырастить и другие молодые пары? Мы счастливы видеть всех, кого мы тренируем, как они растут и улучшаются, неважно, из какой они страны. Это было для нас хобби. Теперь это наша работа, которая в то же время является нашей жизнью. Мы очень рады быть в этой среде и видеть, как все пары улучшают свое мастерство. Что вы можете сказать о летнем тренировочном лагере? Наши впечатления очень хорошие. Эти сборы проводятся впервые. И мы первый раз здесь. Мы видим, что расписание очень хорошо организовано. Каждый раз мы обедаем и ужинаем в очень хорошем ресторане. Мы чувствуем себя как дома. Все организовано очень хорошо. Поэтому мы чувствуем себя отлично и собираемся вернуться. Обязательно. Практику мы построили таким образом. Мы назвали не просто практикой, мы назвали ее конкурсной практикой. То есть это когда ребята не просто протанцовывают в вариации от начала до конца, они танцуют при большой поддержке, поддержке прежде всего своих же сверстников. То есть понятно, что есть конкурентная борьба, есть соревнования, и каждый хочет быть первым. Поэтому это прекрасно. Но мы постараемся настроить ребят таким образом, чтобы ребята поддерживали друг друга. И соревновательный процесс происходил именно в танце. Такая конкурсная практика, когда они друг друга поддерживают, когда они кричат, аплодируют, когда педагоги смотрят и могут оценить пару не то, как она там показала ту или иную фигуру на индивидуальных уроках, а то, как она себя показывает в режиме нон-стоп, в режиме, когда она не имеет права остановиться. То есть это такой момент, когда вот у тебя музыка, вот у тебя зритель, вот у тебя твои полторы-две минуты, и другого шанса не будет. То есть ты обязан показать, выложиться полностью здесь и сейчас. Естественно, они хороши, потому что они уже третий или четвертый день танцуют, а это все равно подстегивает ребят, да, и они становятся с каждым днем все лучше и лучше. И, конечно же, практика вообще как таковая должна быть очень энергичная, позитивная, веселая. Дети, когда входят в раж, и они показывают свои эмоции, да неважно, как там они это делают, действительно, с ошибками и так далее, потом педагог поправит их, да, и скажет, вот здесь ты сделал немножечко много, но все равно этот выплеск эмоций должен быть. Когда мы планировали сборы, сначала мы просто хотели устроить сюрприз для наших учеников и пригласить рок-группу для концерта, просто чтобы ребят немножко расслабились после определенного количества занятий, определенного количества тренировок. Естественно, голова устает, мозг устает, мышцы устают и так далее и тому подобное, нужна определенная эмоциональная разрядка. И мы решили пригласить группу специально для этого. Но потом пришла в голову мысль совершенно случайно, почему бы не попросить эту же рок-группу сыграть на практике и сделать такую живую практику. Но тут необычная практика, и для них это определенный сюрприз. В вечернем отделении уважающегося турнира обычно играет оркестр, либо группа, живая музыка. И ребята, когда соревнуются, они все стремятся попасть в это вечернее отделение, чтобы танцевать именно вот подживую, потому что это совершенно другие ощущения. Другая атмосфера, абсолютно другая атмосфера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen Субтитры создавал DimaTorzok Ladies and Gentlemen 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 Ladies and Gentlemen